Верующие Ржаксинского и близлежащих районов встречали Преосвященнейшего Ладыку Игнатия еще более радостно, чем в первый раз, в соответствии с общим настроением пасхального времени. Христос воскресе! Христос воскресе! Прихожане признаются и мечтать не могли о том, что когда-нибудь в Оржаксинской святыне будет служить архиерей. Церковь в селе была построена еще в начале прошлого века, но в советское время здесь был районный дом культуры. Но после 90-х годов вновь был открыт храм. Перед его открытием местные инициаторы, в основном женщины, ходили по рабочему поселку, спрашивали, кто сколько сможет. Его Преосвященству сослужил настоятель храма, благочины Ржаксинского благочиния иерей Алексий Насонов. Верующие с особенным вниманием выслушали архипастерское слово. Воскресный день был посвящен памяти апостола Фомы. Рассказав о жизни святого апостола, Владыка Игнатий особенно подчеркнул, что и в современных обстоятельствах православным христианам необходимо всячески укреплять свою веру. Иногда мы малодушествуем, унываем, ленимся ходить в храм или исполнять заповеди Божии, или открыто исповедовать свое православие, христианство. Это свидетельствует о том, что вера у нас такая, половинчатая бывает. Мы вроде бы и верим, а вдруг есть и там будет какое-то воздаяние. И с другой стороны, мы хотим и здесь тоже неплохо устроиться. И поэтому получается такая половинчатость, которая не дает нам правильно и твердо стоять на жизненном пути. В беседе с прихожанами преосвященнейший епископ Игнатий отметил хорошо подготовленные выступления воспитанников воскресной школы Жаксинского благочиния. В подарок архипастрю настоятель храма Ирия Алексий Насонов преподнес яркий пасхальный символ с любовью, сделанный школьниками на творческом конкурсе. Нам хочется вас поблагодарить еще и еще раз за те добрые слова, которые вы говорите в своих проповеди. Ваши проповеди печатаются в интернете, и очень многие из наших жителей, как и из нашей всей епархии, читают их, внимают этим словам, внимают этой простоте, с которой вы обращаетесь к ним. И в них слышна вот эта искренность, ваша любовь к вашей пастве, а также слышна вот это вот мягкое и доброе увещевание с кротостью и смирением, которые так необходимы в нашем времени. Архиерейское богослужение закончилось всеобщим благословением и теплыми словами на путстве в духовной жизни детям и их родителям. Ирина Мерзлякова, Александр Трегубов. По материалам пресс-службы Уваровской епархии.